Какая вот ваша личная роль и ассоциация «Носфера» в создании цикла фильмов «Днепрокосмическая столица»? Очень хороший вопрос. Как мы эту миссию описываем, это просветительская миссия, которая должна изменить процесс мышления наших людей, которые занимаются предпринимательской деятельностью. По сути, «Днепрокосмический» показывает ход развития аэрокосмической отрасли в Советском Союзе и до теперешних времен. И, к сожалению, та мощь, та сила и возможности аэрокосмической отрасли Советского Союза, они сейчас утратили свой сенс, потому что все было заточено под плановую экономику. То есть ставили задачи, которые необходимо было выполнять рабочим, служащим, инженерам, конструкторам. И они вполне правильно с этой задачей справлялись. Но когда возникли рыночные взаимоотношения, и в Украине достался вот этот большой, огромный груз знаний, опыта и возможностей, они на тот момент не смогли правильно переварить это все дело и развернуть в правильное русло. Наше же желание... Ну и это не преподвали в университете. В университете предпринимательства не было как такового. Ну, советский космос, правильно ли я говорю, то есть это один игрок на своем же поле, и, в принципе, гонка-то идет, да, в космосе нашла постоянно, но конкурент-то все равно, вот сам себе и конкурент был. По сути, да. Ну, такое было мировоззрение на тот момент. Ты идешь не за целью, а... А тут все, то есть ты выходишь уже в общую линейку, и будь добр, ей как-то соответствуй. А знаний, опыта и людей, которые передадут этот опыт... Вот вы сейчас вот буквально перед нами рассказывали про новые профессии, которые появились. А вы зайдите в университет и спросите, а какие новые профессии учат в университете? Нет, все есть госстандарт, где есть бухгалтер, юрист, и все. Ну, а вот тикток-мейкер или продюсер, они такого не преподают в университете, к сожалению. Такие же технологии современные не преподают в университете на физико-техническом факультете. В прошлом году мы запустили дуальный аэрокосмический научный центр совместно с Киевской политехникой, с Днепровским национальным университетом и Firefly Aerospace, ассоциация с аноосферой, который подразумевает обучение новым технологическим процессам, процессам проектирования, новым конструкционным материалам, которые используются в ракетно-космической технике. И прохождение практики, освоение этих материалов, освоение этих всех технологий непосредственно на предприятии. И востребованы вот эти специальности? То есть находятся люди, которые видят себя в космосе? Ну, я говорю в павычках. Ну, не обязательно. Человек, который окончивает эти курсы, его с руками и ногами забирать на любое предприятие, машиностроение или проектный какой-то офис. Они востребованы всеми, потому что они изучают современные технологии инженерии, проектирования. Поэтому наша задача, как пассионарно, передавать знания от взрослого поколения к более молодому. Почему-то вот этот вот процесс в последнее время, последние лет 10 остановлен. Ну, нету сейчас вот той школы, которая была, когда студенты приходили и изучали новые какие-то тренды в запуске ракет-носителей, в производстве спутниковой аппаратуры, в обработке спутниковых данных. Я имею в виду с точки зрения государственной программы. Ну, если мы, как представители частных компаний, видим в этом проблематику, поэтому мы подпитываем, потому что без молодого пополнения, без вот этой длинной скамейки пассионариев, которые хотят что-то изменить в этом мире, невозможно построить будущее. Поэтому все надо начинать с наших и социальных проектов, которые вовлекают людей в инженерию, и понимания того, что нужно менять мир и быть на пике острие вот этих технологий, которые сейчас есть. И вовлекаем и взрослых людей, которые имеют огромный опыт в том, чтобы они делились этим опытом с молодыми ребятами. У меня есть для вас один очень каверзный вопрос. Но сначала я хотела бы Татьяне задать этот вопрос. Я где-то понимаю то, о чем рассказывает ваш коллега. А какие социальные проекты «Ноосфера» продвигает жизнь? На сегодняшний день у Ассоциации «Ноосферы» существует очень много разнообразных социальных проектов, начиная от инфраструктурных, известных всему городу, как Парк Гагарина, реконструкция, и, собственно, полный перезапуск, переосмысление концепции планетария, который должен вот-вот открыться. Заканчивая образовательными проектами, сеть лабораторий, о которых уже упоминал Михаил, «Ноосфера Инжиниринг Скул», и обучающие мероприятия, типа воркшопов, мастер-классов, фестивалей. Самый известный фестиваль — это фестиваль робототехники «Бест Робофест», который ежегодно собирает порядка 25-30 тысяч человек. К сожалению, в этом году мы пропустили в связи с обстоятельствами, в связи с эпидемией. Должен был быть пятый юбилейный фестиваль, но мы надеемся, что в следующем году мы обязательно соберем друзей робототехники у себя. Вот мы сейчас показываем кадры из одной из серий. Михаил, у меня вопрос такой. Ну, я сказала, что он камерзный, но на самом деле мне самой хочется понять на него ответ. Я где-то понимаю, для чего мы все стремимся в космос. Ну, я имею в виду, мы все, да, те, кто причастен к этому по всему миру. Для чего мы стремимся здесь, на Земле? То есть это где-то монетизация, это очень хорошая монетизация, да? А в принципе для чего туда? Так вот, мы же не стремимся улететь отсюда. Мы, наоборот, стремимся сохранить Землю для будущих поколений. Потому что, к сожалению, много процессов происходит, которые в жизнедеятельности человека, которые наносят непоправимый вред и природе, и само существование человека. Мы видим вот эти все вещи, которые происходят в мире, и пандемия, горновиростная инфекция. Это защитная реакция планеты Земля, которая пытается сохранить себя. А мы же должны честно себе ответить на те вопросы, кто загрязняет атмосферу. Есть проекты, которые показывают, кто является загрязнителем окружающей среды. Мы понимаем, почему вырубается, кто вырубает леса, и почему легкие планеты уничтожаются. Мы должны понимать также, почему происходят войны. Большое видится на расстоянии, вы об этом, да? Ну, не только на расстоянии. Мы вообще должны поменять свое мышление на планетарное. Одно из наших видений — это планетарное мышление человека. Потому что, когда ты наносишь вред природе в одном уголке планеты, это таким же образом отображается на других людях, которые живут в другом уголке планеты. Поэтому планетарное мышление, сохранение Земли, изучение Земли из космоса позволяет нам оперативно реагировать на те вещи, которые происходят на Земле. Останавливать пожары, которые только-только начинаются. В этом система предупреждений есть. Ну, очень много возможностей с теми возможностями, которые позволяют нам делать космос. И с высоты 600 километров, там, солнечной синхронной орбиты, спутники дают полную информацию о процессах, происходящих на Земле. Поэтому мы идем в космос, чтобы сохранить Землю. — Вы рассказывали, что когда делался здесь первый современный спутник, то, в принципе, встретили такую волну скепсиса, что не верили, что такое будет возможно очень многое. — Ну, это до сих пор происходит даже в Соединенных Штатах Америки. Илон Маск показал, и Джефф Безос показал, что та система отчета координат в космической сфере, которая работала в годы Холодной войны и в годы гонки между космическими державами, она не работает. Потому что нужно сосредоточить усилия на, во-первых, экономике и экономии, а во-вторых, на технологиях и совершенстве этих технологий, которые позволяют с меньшими затратами и усилиями достигать высоких результатов. И все смотрели на него, я имею в виду Илона, как на выскочку какого-то непонятного марсианина, который пришел на Землю и начинает учить людей, пораженных НАСА, посвящать свою религию. А потом он доказывает, что это все работает. И вот потихоньку, постепенно, шаг за шагом мы то же самое преобразовываем мир вокруг нас. Мы показываем, что может студент пятого курса спроектировать хорошую вещь. Так это было и в советское время. Но я помню еще в советских книгах, что космос двигают мечтатели. Да, совершенно верно. Не только мечтатели, но мы их называем пассионари, которые действительно идут к этой миссии, не требуя за это сверх каких-то вознаграждений. Понятно, что денежная единица не является самоцелью человека, это элемент достижения его успеха, миссии. И вот такие правильные мысли мы должны вкладывать в головы людей. И если они с нами идут по жизни, то это очень хорошо. Мы привлекаем и даже через социальные свои проекты. Мы же являемся одним из самых в Украине интеграторов по проведению хакатона NASA Space App Challenge, который недавно прошел. Мы проводим конкурс инженерных стартапов Вернадский челлендж. Там порядка 300 заявок со всего мира приходят людей, которые хотят что-то сделать. Но вот у них нет возможности. Такие же возможности мы предоставляем в университете. Человек приходит с идеей или с каким-то примитивным прототипом того, что он хочет сотворить. И мы собираем единомышленников, студентов 4, 5, 3 курс. Они помогают реализации этого проекта. Приводил примеры, и часто привожу примеры, носимого какого-то биоэлектроники, девайса. Чтобы создать это, не нужен инженер, который его спаяет только один. Нужен человек, который, во-первых, будет собирать информацию, складывать его, кластеризировать. Нужен врач, который это все дело скажет, что означают те или иные показатели. Нужен человек, дизайнер, который это в правильном виде покажет человеку, в понятном, интуитивном. А потом это нужно показать миру, даже если вы очень хорошую вещь сделали, нужно макетолог. И вот вокруг одного девайса мы собираем 20-30 специальностей. И вот тогда это будет работать. Потому что даже если вы очень хорошую вещь сделали, но не смогли это показать миру, к сожалению, оно не будет продаваться и не будет распространяться. Ну вот фильм «Днепр. Космическая столица» это же по сути три времени было, есть и будет. Какая часть ваша самая любимая? Ну, в конце, когда мэр говорит, что у нас есть будущее, если мы об этом задумаемся. И вот мы действительно, что он заканчивает это на позитиве. Всегда нужно верить в то, в свои силы и в желание преобразовать мир. Это очень правильно. Ну вот у нас были гости, были Скоба Южного, да, были люди, которые непосредственно занимаются и Антаресом, да. То есть я знаю, что часть каких-то составляющих это делается у нас в Днепре. Это сегодня. А что может быть завтра? Завтра может быть все, что угодно. Ну и из ближайших обозримых горизонтов. Колоссальный опыт конструкторского бюро Южного и колоссальный опыт специалистов Южного машиностроительного завода в правильной синергии с пониманием того, что они могут сделать для мира, могут создать очень классную вещь. Есть лунная программа, в которой можно принять участие. К сожалению, одна страна не может в этом космическом рынке завоевать какое-то первенство. Даже вот в Европейском Союзе, это кластер стран, которые работают на Европейское космическое агентство. В Соединенные Штаты, понятно, что у них возможностей намного больше, потому что каждый штат это, по сути, отдельная страна. И возможности специалистов и университетов направлены на достижение каких-то успехов и есть ресурсная возможность. В Китае тоже совершенно... Поэтому нам надо понять, с кем мы. Не в плане того, что против кого, а вот именно с кем. Где мы видим себя, проявление... Не судите, укажите путь, в каком направлении. Да, где, какую часть мы можем в этом большом кластерном мире экономическом занять, какую позицию, и вот потихонечку ее развивать. Ну, Космос двигает мечтателей. Я повторю эту фразу, Татьяна. Вы проанонсировали, что ноосфера и планетарий, да? То есть, что помогали, создавали и, собственно, раздышали этот очень старый объект, потому что, ну, на самом деле, достаточно было уже все грустно. Десятого числа, по-моему, тогда анонсировали, что реставрация где-то закончена. И к концу месяца, возможно, будет уже открытие для желающих. Что там будет? Вот какие-то самые интересные фишечки можете рассказать? Смотрите, ключевой момент в том, что мы переосмыслили действительно полностью пространство. То есть, на сегодняшний день планетарий — это не просто звездный зал, в котором все желающие смогут посмотреть программы, фильмы. Это также большая экспозона и обучающий класс. То есть, помимо традиционных фильмов и обучающих программ в звездном зале, обязательно будут проходить мастер-классы, интерактивные с детьми и взрослыми разного возраста, разной степени подготовки и разными интересами. На сегодняшний момент от открытия дверей нас отделяет подготовка программы и освоение всей той новой техники, которую мы установили. Мы гордимся тем, что мы сохранили персонал планетария, и им теперь требуется время перестроиться на новую программу, перестроиться на новую технику. Потому что технологии, если что, другие, презентации должны быть другие. Я могу себе представить, это так сложная мозговая перестройка. У нас у единственных стоит последняя техника производителя всемирного проекционного оборудования, то есть техника 2020 года. Я видела, я видела, как это выглядит, это потрясающе. На самом деле, спасибо вам огромное.